Представьтесь, как Вас зовут? Александр. А, полное имя? Амилия? Александр Владимирович Прикулат. В какой воинской части Вы служите? А-02-84. Части, они могут менять само название. В каком городе? В Голочевнице. Род войск? 80-я бригада. Какое звание у Вас? Влачный лейтенант. Вы в Луганске с какого времени находитесь? В Луганске мы, в аэропорту, примерно с 14-го, 16-го июня. В общей сложности где-то месяца полтора в самом аэропорту мы находимся. До того времени мы были примерно месяц в поселке Орехово. А какие боевые задачи Вам были поставлены? Я мобилизированный офицер, то есть я сам по профессии преподаватель физической культуры в университете. То есть никакой подготовки особой, да не то чтобы особой, это было все в формальном виде. То есть сказали, мол, типа у Вас там учения есть. Все, значит, все нормально, значит, они у Вас были. То есть это все так было с бухты-брахты. То есть я так думаю, с моей точки зрения это все как бы делалось для того, чтобы набрать количественно, а не качественно. То есть потому что оторвали нас кучу от семей, от детей и забрали просто-напросто. Даже сами мы не знали, куда мы едем и что, и не хотя этого. То есть вот таким вот способом. Я воевать не хочу и не хотел. Я хочу семью и жене к ребенку и хочу на свою работу, на которой я работал изначально. Я с военным, я никогда никогда себя не повязывал ни в чем. И даже в мыслях не было никогда, даже в мирное время, ничем связывать себя с военным делом. А вот Ваша непосредственная задача какая была? Чем Вы лично занимались? Ну я командир золотого управления. То есть это тоже формальное, как бы, это все делалось для штата, то есть для галочки. Я даже вот этих старших офицеров всех, то есть и руководства в том числе, я с ними даже не беседовал. И они со мной не беседовали, потому что смысл со мной беседовать, если я в этой теме ничего не шарю. Правда, что в Луганском аэропорту находился штаб командования армии луганского направления? То, что штаб был и с командованием там внутри, это, скорее всего, он так и есть. Но кто там был именно и в каком количестве, я не знаю, потому что последние годы, да и практически каждый день и каждую ночь производились обстрелы. И мы находились в терминале, в подвальном помещении. И мы выходили чисто вот так вот по нужде на улицу, то есть без всяких там пробежек и так далее. Потому что это были моменты, когда мужики там выходили, потом возвращались без рук, без ног и даже в 200-е. А зачем было необходимо удерживать аэропорт столько времени? Так как нам говорили, что аэропорт это стратегический объект, якобы, что сама именно то ли могут посадить какой-то неизвестный вражеский самолет туда, то ли что. Но вот именно вот я до сих пор именно, я не пойму для чего был именно сам аэропорт. Вот таким способом и таким числом жертв это вот все удерживать. Я вот не военный человек, но вот мне кажется, там очень-очень-то все запутано. И разобраться во всем этом, нам простым, можно сказать, артанским людям, это... У нас куча вопросов, ответы где они будут и когда они будут. Как вы попали в плен? В плен попали при штурме Луганского аэропорта. То есть, получается, мы были в самом здании терминала. И как раз в тот момент начался, обильно начали стрелять из, скорее всего, установки «Град». Вот. И с двух сторон, просто с одной стороны был танк ополченцев и зенитная установка, а с другой стороны подошли ребята, ну, профессионалы. То есть, мы даже без единого выстрела сразу сказали, что мы не хотим ни в кого выстрелять. И вот таким образом мы оказались в плену. Но в аэропорту с вашей стороны что же были «Грады» и артиллерии, которые обстреляли Луганск? Насчет «Градов» не уверен, скорее всего, нет. А, насколько я знаю, были минометы и были «Грады» СД-30. Вот это и с артиллерии, все, что было в аэропорту. Все остальное, это... И скажите, зачем именно было стрелять сам город? Ну, ну, само направление стрельбы я не знал, и я не корректировал, и не давал указания, поверьте мне. У меня не то чтобы... У меня даже поламущий таких не было, и не могло быть. И поверьте мне, что я даже не то чтобы в мирное население. Там мне даже попросту стрелять в любого человека, в рак он или не в рак, это не мое. Это... Мое призвание – это педагогика. Я воспитываю студентов и учу их жизни на будущее, стараюсь по максимуму в них воспитать всяческие качества. А убивать людей – это, ну, дябно не мое, поверьте. У вас, вы говорили, есть семья, дети. Есть. В данный момент воспитывают ваши супруги, правильно? Да. Я вам сейчас покажу фотографии. Это результат всех обстрелов города Луганска. И я хочу просто узнать ваше мнение. Вот это погиб 16-летний ребенок. Это не террорист, не сепаратист. Это мирный житель. Ребенку 16 лет. Это три человека погибло в тоже Луганске, район Гаевого, после обстрела города. Это парень тоже лет 16-17. Стоял на остановке, ждал автобуса. Погиб от взрыва снаряда. Это тоже Луганский. Вот эта девочка с Суходольской. Ей на момент смерти должно было исполниться 9 лет. Она не дожила до этого возраста. Суходольск находится возле Красного дома. По предварительным данным, вроде как авиационный удар. Кассетный бомб. Это мужчина, работник скорой помощи, водитель. Тоже Суходольск. Кассетная бомба попала в больницу. Ну вот вы как педагог, у вас немножко должно быть другое мировоззрение. Что вы можете сказать по этому поводу, с кем воюет армия правенства? Зачем это делается? Поверьте, я не смогу вам дать на этот вопрос ответ. Потому что я, поверьте мне, мне очень больно. Вы можете не поверить сейчас, что я искренне это говорю. Мне очень больно это все видеть, это все знать, узнавать. А если бы это были ваши родные, ваши, ваш ребенок? Я уже много раз сопоставлял именно вот эти вот события здесь происходящие с теми, что может быть и в любом волоке, то есть от этого никто не застрахован. Это очень страшно. Я, насколько я понимаю, война ведется, вооруженные люди против вооруженных. Правильно? Эта война, она, по сути, никому она не нужна. Вот, ну, кто, как, как, можно, ну, можно же как-то мерными способами, как-то хотя бы попробовать это все регулировать, хоть, ну, найти какой-то общий компромисс. Или, ну, в моем понимании, я не знаю, ну, этим всем должны заниматься, ну, вот, вышестоящие структуры. Вот так, ну, здесь невинные люди. Ну, и, поверьте, что вот, даже те, кто, тех всех, кого мы мобилизировали на тот момент, из них 90% никуда не хотели ехать, никого не хотели убивать. Ну, кто дальше этим занимается? Значит, и эти люди, которые желают выполнять эти указы преступные? Я все же думаю, что здесь есть некая какая-то, может, дезинформация. То есть, с одной стороны, это звучит одно, а по вторую сторону реки, оно как-то переворачивается, и, то есть, словесно как-то оно преподносится совсем в другом виде. И, ну, всяческим образом, я, ну, я не военный человек. Не то, чтобы, там говорят, защищать Родину, ну, вот, не мое это и все, но... Поэтому мы так и сдались без всяких выстрелов и без боя, потому что то, что мы там и навиделись, даже находясь в аэропорту, именно из тех, кто был там, и вот эти вот разрывы, и жертвы, это, поверьте, это существенный удар по психике. А если вы посмотрите на это все, это плачем. Можете сказать, с кем украинская армия воюет в одном бассе? Я даже не знаю, кто с кем воюет, или это наша украинская армия, или что это за армия. Но здесь мы верим, что жизнь течет своим чередом, то есть ездят машины, ходят люди, то есть никаких там действий таких и агрессии со стороны мы не навмилали. Лично, как по мне, это в первую же очередь надо высшестоящим руководителям это все побыстрее решать и прекращать это право правительство. Ну и так давно Владимир Владимирович Путин, президент России, предложил, то есть обратился к украинскому правительству и обратился к ополченцам, чтобы организовать, то есть регулировать мирным путем и прекратить все эти военные действия. Президент Украины отказался от этого. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Я не знаю, может это личные амбиции, или может это его позиция, но это не в это в том, чтобы он от имени всего народа это как бы подчеркнул. То есть у высшестоящих, скажем так, глав, у них свои как бы там, свои определенные договоренности и там какие-то, не знаю, принципы то ли как. Ну вот, я не знаю, за это все время уже очень много времени это все длится, и я не знаю, каким способом, каким путем нужно это все регулировать именно мирным способом, потому что война это это очень страшно, это очень больно. Вы как считаете все-таки в ближайшее время снова политика договориться и прекратить все-таки это кровопролитие? Я не думаю, я надеюсь. Здесь только надежда. И надежда на Господа Бога, что Он подскажет, подскажет и как-то это все увести от крови, от этого всего, потому что это очень больно. Когда домой вернетесь, чем будете заниматься? Семья. На войну вернетесь? Никогда. Если решат объявить военное положение в стране? Никогда. Не под любым предлогом. Я не то чтобы на войну, даже у меня, когда будет звучать слово армия, мне сейчас будут вызывать отвращение. Я же вам говорю, я педагог, я 7 лет проработал в университете. Я заканчивал университетную кафедру еще 10 лет назад. То есть, то, что нас там учили, это, можно сказать, не учили. То есть, я как был гражданским, так и остался. Просто ввязали нас в это дело. И, поверьте, там много было таких людей, что, ну, товарищ мой погиб, сам духовик, он преподаватель в школьной пении был. Тоже погиб, у него две дочки. Он тоже не хотел, не хотел никого не убивать. То есть, ну, как-то так.